Аппаратное совещание открыл и провел губернатор Ульяновской области Алексей Русских. В Димитровограде к 2025 году появится поселок для ученых. Сотрудники будут работать над многоцелевым быстрым исследовательским реактором. Созданная инфраструктура в дальнейшем будет использована для развития строительства жилья для многодетных семей города. Мы продолжаем наши проекты по созданию новых логистических цепочек. На прошлой неделе в Ульяновской области прибыл 10-й поезд из столицы китайской провинции Сычуань, Ченду. Состав доставил 55 контейнеров с производственными станками, бытовой техникой, автозапчастями. От хороших новостей перешли к жалобам населения. Алексей Русских назвал памятником безответственности дом для детей-сирот в Цельнинском районе. Квартиры в этом доме промерзают, на стенах появилась плесень. Экспертиза показала, что система отопления была смонтирована с нарушениями и нуждается в капитальной реконструкции. Пока проблему с отоплением решают оперативными методами. Этот объект можно без преувеличения назвать памятником человеческой халатности и наплевательского отношения к детям-сиротам, которые и так нелегко им приходятся в этой жизни. История тянется с 2019 года. Пока правоохранительные органы разбираются с горе-строителями, людям необходимо создать необходимые условия для жизни. На совещании подвели предварительные итоги исполнения бюджета 2022 года. Общая сумма доходов консолидированного бюджета области в прошлом году превысила 100 миллиардов рублей. Это почти на 8 миллиардов больше уровня 2021 года. Благодаря чему случился такой рост? Это, конечно же, рост налоговых и неналоговых вступлений в консолидированные бюджеты, который составил почти 70,80 миллиардов рублей. Здесь, конечно же, и областной бюджет показал хороший темп рост, и бюджет муниципальных образований. Что касается расходов областного бюджета, то они тоже, по сути, достигли рекордной величины и составили почти 104,70 миллиарда рублей. В Ульяновской области решили следить за качеством работы управляющих компаний с помощью тайных проверок или инспекционных визитов. Инспекторы приходят во дворы домов без предупреждения и составляют акты, если выявлены нарушения. Это дает возможность не подготовить управляющие компании заранее к визиту инспектора. Поэтому накопление таких актов, я думаю, что не совсем для них будет приятное. Ну, по поводу уборки техник в зимний период, вы знаете, что у нас перепады температуры были от плюс 2 до минус 36. Техника участвовала порядка более 320 единиц. Губернатор поручил очистить рынок управляющих компаний от безответственных организаций, оставив только тех, кто работает качественно. В области также ведут мониторинг зимнего содержания дорог. Своей стороны мы в ежедневном режиме, собственно говоря, отслеживаем и обращения граждан, которые поступают на нашу горячую линию на базе Министерства транспорта. Есть обращения, безусловно, есть недоработки, но их на самом деле на региональной дорожной сети достаточно немного. На заседании обсудили готовность к возможной встрече с новым штаммом коронавируса – Кракеном. В ульяновских больницах 49 коек свободны для таких пациентов. На этой неделе регион отметит 80-й день рождения. По этому поводу жителей ждет культурная программа – концерты и выставки. 19 января в православный праздник Крещения в области состоятся традиционные купания на водоемах и в купелях. Губернатор пригласил чиновников подготовиться и окунуться в проруби.